В России появилась новая Mazda 3 Мы находимся в Великом Новгороде Здесь, у стен Кремля, на противоположном берегу реки Волхов, начинается наш тест-драйв новой Mazda 3 Дизайн автомобиля изменился ровно настолько, насколько это требуется, чтобы соответствовать нынешнему времени Формы и пропорции кузова остались прежними Уже издали становится ясно, что перед нами трешка Она помолодела и стала стройнее Нам предстоит проехать 240 километров до Пскова Посмотрим, как поведет себя японская новинка на наших дорогах В основе новой модели лежит прежняя платформа C1 Однако кузов, силовые агрегаты и шасси были модернизированы По габаритам новая Mazda практически не отличаются от предшественницы Следовательно, внутри столько же места, сколько и в Mazda 3 образца 2003 года В салоне все внимание приковано к новой передней панели Которая теперь слегка развернута в сторону водителя А ее многоэтажная конструкция отдаленно напоминает Honda Civic Вместо трех колодцев, как это было на комбинации приборов предыдущей Mazda Теперь красуются два Остальная информация выводится на три дисплея Теперь у трешки русифицированное меню борткомпьютера А в дорогих версиях появилась даже навигация Минус этой системы заключается в том, что управление вынесено только на руль Но самое главное, в Mazda 3 по-прежнему удобно за рулем И это оценят водители Высших похвал заслуживает водительское место У новых сидений подушка и спинка стали больше, а рычаг расположен ближе к водителю Найти удобную посадку за рулем проще простого Ничего не мешает человеку сосредоточиться на езде На заднем ряду приблизительно столько же места, сколько и в прежней трешке Главное отличие – в подлокотнике появился пластиковый подстаканник Объем багажника увеличился на 40 литров Но главное – теперь при полностью сложенном заднем сидении не образуются ступеньки В России Mazda предлагается с двумя уже известными двигателями Объемом 1.6 и 2 литра Их мощность не изменилась Модернизация по большей части затронула лишь топливную экономичность и экологические параметры Вместе с мотором 1.6 на новую трешку без изменений перекочевали и коробки передач Пятиступенчатая механика и четырехступенчатый автомат Новая Mazda 3, как ни странно, едет медленнее своей предшественницы Хотя масса автомобиля снизилась То ли дело двухлитровый мотор Лихая езда – удел этого автомобиля С ним каждая поездка в радость Разгон бодрый, двигатель крутится до 7 тысяч Но самое главное – это отличная приемистость Мотор теперь агрегатируется с пятиступенчатой автоматической Или шестиступенчатой механической коробками передач Но и этот мотор не стал быстрее предшественника Мотор 1.6 по-прежнему сохранил свой спокойный и флегматичный характер А вот с двухлитровым двигателем Mazda 3 превращается в настоящий автомобиль для водителя В лучшую сторону изменилось поведение машины Реакции на команды рулем стали менее острыми, что добавляет удобства при езде Mazda по-прежнему радует минимальными кренами в поворотах и хорошей устойчивостью Кстати, теперь система стабилизации идет в базе уже на всех машинах Итак, мы проехали где-то около половины пути Уже въехали в Псковскую область Здесь отличная трасса, ровный асфальт Машина хорошо держит дорогу Я вот могу даже отпустить руль Она едет прямо, никуда не дергается Чего не скажешь о плохой дороге, которая была в Новгородской области Там машина гуляла, было очень шумно, машина жесткая Она по-прежнему такая же, чуть может быть мягче, чем Mazda 3 предыдущего поколения Тем не менее, как говорится, крепче за баранку держись, шофер Маздовские специалисты учли пожелания клиентов И постарались минимизировать шумы и вибрацию, проникающую в салон во время езды Изменения заметны на слух Но до конца избавиться от недостатков первой трешки не удалось В Mazda 3 по-прежнему трясет Если на гладком асфальте автомобиль едет как по рельсам То на щербатой дороге водители и пассажиры во всех подробностях узнают, что творится под колесами На сидении ощущаешь неровности дорожного полотна А руль приходится держать крепче Он норовит выскользнуть из рук Мы находимся на верхней береговой улице города Пскова Здесь, на правом берегу реки Пскова, расположился элитный квартал Так называемая Золотая набережная Но даже здесь, в этих местах, новая Mazda 3 оказалась в центре внимания Будет ли пользоваться спросом новая модель? Да, будет Но Mazda дочка вряд ли достигнет такого же успеха, которого добилась ее мама Сейчас время не самое удачное Спрос на автомобили упал Люди присматриваются к недорогим моделям А нынешнюю трешку не назовешь доступной В рублях Mazda 3 подорожала Базовая версия предлагается за 637 тысяч рублей Самый популярный в России вариант автомобиля в комплектации Touring С мотором 1.6 и автоматом обойдется покупателю в 770 тысяч А цена богатых укомплектованных машин с двухлитровым мотором зашкаливает за миллион Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok